Всем привет! Меня зовут Настя, вы на канале Жизнь в Англии. Сегодня довольно такой волнительный момент. В очередной раз очень долгое время вышла из дома и направляюсь в магазин. Этот магазин не первой необходимости. Там есть немного продуктов и игрушки, и для дома, всякое такое. Вот проверим, заодно он работает. В интернете я проверяла, показывает, что он открыт. Вот сейчас приедем, посмотрим. Сегодня отличная погода, светит солнышко. Вот. И мы направляемся в магазин. У меня есть небольшой список, мы посмотрим, что из него мы купим. У нас такой красивый вид. Мы едем сейчас с горы. Вот люди ходят по улице. Вот пока я ехала, уже одна машина скорой помощи приезжала. Погода хорошая, и люди выходят на улицу, гуляют. Просто погулять у нас разрешено выйти немножко, прогуляться. Погода вообще классная. Ну вот я подъехала к магазину. На парковке достаточно машин, потому что здесь разные магазины. В принципе, все они открыты, и продуктовые в том числе. По привычке я припарковалась на месте, там, где парковочное место для детей. И встала вот как раз напротив магазина, куда я собираюсь идти. И вот уже стоит здесь очередь. Придется мне постоять в очереди. Ну вот такая очередь. Хорошо, что погода хорошая. Можно и постоять. На парковке довольно много машин. На входе еще стоит женщина в жилете, которая протирает все корзиночки для новых покупателей. Попробую ее приблизить. Я уже подъехала к дому. Все заносить даже в дом не буду, потому что там сюрпризики для Макса. У него скоро день рождения. Не знаю, где они сейчас, на втором этаж или на первом. Чтоб дети сразу не накинулись на пакет. Немножко покажу, что купила. Как бы самая главная целью была съездить, купить. Скоро же Пасха, да. И не знаю, по английским традициям точно. Такая традиция для детей. По гардену или где-то на улице спрятать шоколадные яички или конфетки. И чтобы детки ходили с корзинками и собирали. Еще заранее, когда только все появилось в магазинах, еще не было карантина, я купила детям корзиночки, ушки зайчика и по большому яичку. Тематическое одно для мальчика, одно для девочки. Но шоколадных яичек мы так и не купили, поэтому католическая Пасха уже прошла. Но я надеялась, что еще что-то будет в магазине. И сейчас покажу немножко, что купила. Так, вот такие две упаковочки яичек. Только я не нашла сколько тут внутри. Вот такие вот шоколадные. И где-то 12 яичек вот таких, чтобы они тоже поискали. Не знаю, как там получится всех их вытащить или нет. Вот, Максик еще купил такую маленькую машинку. А не Кузьки, а такого маленького мишку. У нас была традиция, каждый раз, когда мы едем в магазин, чаще всего, а 99% Максик спрашивал маленькую машинку. Сейчас мне его стало просто жалко, потому что Макс говорит, мама, давай, когда закончится карантин, мы пойдем в магазин и купим машинку. Вот, поэтому я купила Максику машинку. Ну и не Кузьки, соответственно, вот такого мишку. Так, а еще вот такая штука. Только единственное, вот я поздно посмотрела, там надо 4 батарейки. Надеюсь, что у нас дома будет. Я так подумала, что это я вручную надуваю шарики, можно спокойно включить такую штуку и пускай обалдеет. Вот сегодня проверим на деле. Так, ну вот, мы достали сюрприз. Ника пошла спать, мы ее не дождались. Никуська увидит сюрприз потом. Вот, сейчас будем открывать и проверять, как это работает. Да, Максюшка? Ну вот, после 5-минутных открываний, там было столько шурупчиков всяких. Нам понадобилась и отвертка, и что нам только не понадобилось. Да, Максюшка? Да, и вот такое счастье, да, пузырики. Максюшка. 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 Максюшка.